Жители городов и населенных пунктов теперь сами выбирают общественные территории для благоустройства. Ежегодное всероссийское голосование по выбору объектов городской среды проводится с 15 апреля по 31 мая по всей территории страны. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. От Московской области в нацпроекте участвуют 248 конкурсных объектов, 24 из них в Одинцовском округе. Голицынский сквер около церкви Серафима Саровского, зоны отдыха в Немчиновке и деревне Щедрино, пляжная зона у моста Успенская, центральная площадь в Одинцове и другие. Отдать свой голос за тот или иной объект может любой желающий житель муниципалитета старше 14 лет. Здравствуйте! Не хотите приучаствовать в голосовании, формировании комфортной городской среды? Весь период голосования по округу работают волонтеры. Подробно рассказывают жителям о проекте, конкурсных объектах и помогают заполнить заявку. Все ребята для участия в проекте прошли специальную подготовку. У нас в волонтерском штабе по всему округу 150 человек, 150 плюс, все ребята аккредитованные, с которыми заключены договора. Это важная составляющая нашей работы, так как ребята в том числе принимают персональные данные голосующих. И тут у нас важная тема именно обработка этих персональных данных и их засекреченность. В большинстве случаев жители не против поучаствовать в общественно значимом проекте. Хорошо реагируют. Иногда бывает, что отказывают, но ничего страшного. Более активные пенсионеры. И из-за того, что они иногда не могут сами заходить в какие-то сайты, то мы им в этом помогаем. В среднем каждому волонтеру за четырехчасовую смену удается охватить около ста человек. Организаторы планируют к общему делу привлекать и подростков. Голосование идет сейчас на такой активной фазе. И уже с завтрашнего дня мы начинаем принимать голоса и у учащихся наших округов, так как голосование проходит уже с возраста 14 лет. В школу мы выезжаем централизованным образом. И все желающие учащиеся, ученики могут отдать свои голоса за те объекты, которые им более приятны. Каждый участник голосования может выбрать только один объект из 24 заявленных в конкурсе. Итоги будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят уже в 2024 году. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».